корейский суп с картофельными шариками начинаем с приготовления бульона нам потребуется сушеные анчоусы в корее они называются мьёльчи и выглядят таким образом я смогла найти только такие они в принципе достаточно соленые вот те которые смогла найти и нам потребуется 10 штук на один с половиной литра воды также если у вас есть то добавьте водоросли ташему сушеные водоросли в объеме 10 грамм но если нет то ничего можно это пропустить и я использую такие овощи а половина луковицы в принципе вы можете использовать любой набор овощей и 7 маленьких красных редисок тоже я разрезаю чтобы они быстрее лучше провалились и так их закладываю добавляем воду один с половиной литра это где-то на две-три порции но учтите что часть воды конечно выкипит мы доводим это до кипения под крышкой на среднем огне за это время три картофеля мой картофель большого размера мы нарезаем кусками среднего размера но в принципе куски такие которые будет удобно перемалывать в том блендере который у вас есть потому что мы должны измельчить картофель можно это конечно сделать и на терке она я думаю что блендере то удобнее быстрее всего сделать мы должны это с добавлением воды при перемолке количество воды в данном случае совершенно не важно какой вы добавляете также нам потребуется глубокая посуда и кусок чистой влажной ткани которую мы вот таким вот образом погружаем в глубокую посуду и туда закладываем полученную перемолотую массу собираем края ткани и отжимаем воду для чего мы это делаем нам нужно получить и из этого картофеля крахмал вывести из него крахмал для этого мы еще раз промываем в воде стараясь извлечь как можно больше крахмала который содержится в картофеле количество воды к я повторяю в данном случае совершенно неважно ему так вот хорошенько промываем и опять-таки отжимаем всю воду возможную воду и эту воду заливаем в прежде полученное количество воды собираем все остатки это наш крахмал и там масса картофельный который нас получилось желательно чтобы картофель был перемолот до консистенции смуси как можно меньше но если получилось как у меня то не переживайте тоже пойдет и мы не вынимаем картофель из влажной ткани пока не заготовим крахмал чтобы он не окислился оставляем полученную от отжима воду хотя бы на 10 минут чем дольше тем лучше чтобы получить как можно больше крахмала и за это время нарезаем вот эти вот овощи половину цукини я сначала нарезаю кружочками а затем достаточно тонкой соломкой потому что чем принципе тоньше вы нарежьте овощи тем быстрее они проварятся далее половина луковицы я нарезаю тонкими полукольцами и в принципе все овощи которые мы используем они не очень-то сильно твердые они так или иначе все равно быстро проварится один стручок зеленого лука мы нарезаем тонкими кольцами и также морковь 1 3 моркови или можно положить чуть больше где-то половину мы тоже нарезаем тонкой соломкой через 10 минут мы сливаем воду очень аккуратно чтобы не повредить осадок крахмальный осадок который образуется внутри каждый раз количество полученном крахмал конечно же будет разное это зависит от многих вещей от картофель от того сколько вы насколько вы оставляете воду чтобы получить осадок затем картофельную массу мы закладываем в эту емкость с полученным крахмалом я добавляю и в покупной картофельный крахмал в объеме двух столовых ложек но можно использовать только тот крахмал который вы получили и соль 1 чайная ложка и теперь все это мы должны с вами перемешать конечно же собирая крахмал полученные со дна нашей посуды и все это вместе перемешиваем затем мы должны будем скатать шарики шарики лучше делать не очень большие размером где-то с перепелиное яйцо в общем мы берем сколько столько сколько помещается в ладошку и скатываем шарики если у вас масса была перемолота очень-очень мелко как смуси то шарики делаются очень легко ваша масса будет такая липкая клейкой и вы можете просто скатывать шарики мне же поскольку у меня было из-за того как у меня блендер перемолота не очень мелко а до конца такой вот кружки мне приходится шарики и сначала массу немного размять а потом уже сформировать форму шарика то есть шарик его все равно получится как из такой массы так и из такой или насколько у нас конечном итоге получится шариков это всегда по-разному но приблизительно с 3 картофельным я скатала 24 картофельных шарика приблизительно одного и того же размера когда бульон закипит мы варим еще три минуты и затем извлекаем а все ингредиенты которые мы использовали для получения бульона теперь мы можем закладывать шарики в бульон делаю это вот таким способом чтобы вода и не брызгала и варим шарики три минуты на среднем огне но главное чтобы вода в этот момент кипела и затем закладываем чеснок молотый в объеме 1 столовой ложки или пол столовой ложки если вы сильно острый не едите и соевый соус от половины ложки до одной столовой ложки как это уже дело вкуса надо попробовать бульон и смотрите что у нас получается какие они красивые такие немножко даже полу прозрачные шарики далее мы уже теперь можем закладывать овощи прежде нарезанные это у нас от цукини морковь и лук вы можете попробовать добавить какие-то другие овощи например капусту по своему вкусу тоже мелко нашелкованную и варим еще где-то 3-4 минуты затем попробуйте бульон на вкус и если нужно то добавьте соль так как вы любите затем можно закладывать зеленый лук прежде нарезанный и если хотите то можно добавить кунжутное масло одну столовую ложку то тоже дело вкуса и в принципе все суп готов мы сервируем этот суп также как обычный но в принципе узнаете эти шарики очень сытные и хватает где-то 5-7 шариков на одну порцию далее можно супчик сверху украсить каким-нибудь красивым топпингом я использовала белую желтую части яйца пожарила их как блинчики нарезала таким вот образом и также нарезала тонкими колечками красный перец чили но тут уже дело вашей фантазии можно не заморачиваться и все это пропустить и вот какую красоту мы с вами получаем кстати это блюдо было блюдом олимпийских игр в зимних олимпийских игр в корее в пьенчане и по этому поводу мне очень захотелось его приготовить мы видим этот суп совершенно как обычный суп шарики учтите что они такие как сказать например если попробуйте разломить этот шарик ложкой то у вас не очень-то это легко получится он такой как бы сказать немного упругий но очень-очень вкусно интересно есть это блюдо не забываем также пить супчик надеюсь вам понравится лайкайте подписывайтесь и приятного вам аппетита субтитры сделал DimaTorzok